Это Омск здесь, двигаемся дальше. Пассажирских газелей в Омске уже в ближайшее время станет меньше. Суд признал недействительными транспортные карты перевозчика на нескольких популярных омичей маршрутах. Мэрия договор на перевозку расторгла формально из-за необновленного автопарка и не установленных в машинах датчиках ГЛАНАС. Перевозчик намерен подать апелляцию и уверен, что это решение мэрии негативно скажется на пассажирах, и этот пример не единичный. Чтобы разобраться в этой ситуации, а также понять, что ждет муниципальный транспорт уже в ближайшей перспективе, мы пригласили в нашу студию нового директора Департамента транспорта Омска Алексея Мартыненко. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Рад вас видеть. Алексей Владимирович, знаю точно, что сегодня вы к нам не на общественном транспорте, а вообще, честно говоря, когда в последний раз на остановке приходилось стоять или ездить на автобусе, троллейбусе? В последний раз, ну, наверное, месяца полтора-два назад, в качестве экспериментов, когда еще работал руководителем восьмого пассажирского предприятия. Поэтому периодически старался как бы выезжать, чтобы понимать те условия и то качество оказываемой услуги, которые предоставляет пассажирское предприятие. И как оценили качество? Качество, в принципе, неплохое, но единственный момент, всегда есть замечания, на которые нужно обращать внимание, устранять и совершенствовать ту услугу, которую мы предоставляем. Мэрия решила передать муниципальным предприятиям вот довольно выгодные маршруты 27 с января. В своем интервью в одном из, да, вы говорили, что должны быть созданы равные условия для всех. А ведь эти маршруты, которые хотят передать, частники конкурсно на них выиграли. Получается, не совсем все равно. Вы как-то уже планировали это решение отменить или пересмотреть? Нет, решение мы это пересматривать не будем. Решение это принято еще в июне 2016 года. Частные предприниматели за 6 месяцев были уведомлены о расторжении договоров. Но я не согласен с тем, что вы говорите, забрать 27 маршрутов и передать муниципальных предприятий. Эти маршруты, которые на сегодняшний момент дублируют либо маршруты муниципальных предприятий, либо других коммерческих перевозчиков. Основная задача здесь стоит не отстоять интересы конкретных перевозчиков. Здесь самая главная наша задача, чтобы были учтены интересы жителей. Поэтому вот сейчас я считаю наиболее правильным и наиболее важным все-таки на тех маршрутах, которых предусмотрено. Те маршруты, которые предусматриваются к отмене, чтобы там были перераспредены, либо компенсированы дополнительными маршрутами, имеется в виду автобусами, либо троллейбусами, и пассажир не пострадал. Многие говорят, что проще всего поднять стоимость проезда. Я считаю, что наоборот ее надо понизить, ну хотя бы потому, что в соседних регионах она не выше, а там доход людей выше, чем у МИЧИ. Как вы считаете, что планируете сделать с ценой за проезд? Эта задача стоит перед транспортниками, сохранить стоимость проезда на уровне 22 рублей. Для нас сейчас основная задача будет не поднимать, скажем, не решать свои финансовые вопросы за счет пассажира. Наша задача все-таки пересмотреть экономику внутреннюю предприятий и стабилизировать работу предприятий и направить ее в более эффективное русло. Ну это тоже примерно не меньше полугода, да? Ну я думаю, что это будет больше. То есть однозначно в ближайшие, наверное, до осени стоимость проезда однозначно не повысится. Это наша задача там, дальше будем исходить уже от ситуации. Но еще раз говорю, повышению стоимости проезда эту проблему не решить, потому что на сегодняшний момент нужно повышать качество обслуживания, а не стоимость проезда. Алексей Владимирович, спасибо большое, что нашли время, что пришли в нашу студию, ответили на эти вопросы, которые были очень актуальны, и не только для меня, думаю, для большинства МЧИ. Ваше мнение было, слушайте, интересно. Уверен, что задать вам вопрос лично хотят многие, и у некоторых это даже получится. Во вторник я знаю, что вы в Международный пресс-центр МКР Меди на круглый стол собираетесь прийти, там будут и общественники, и перевозчики. Не передумали после нашей беседы? Да нет, не передумал. Ну, еще раз.